VPN против Роскомнадзора. Россия вышла на второе место по числу скачиваний сервиса, который позволяет обойти интернет-блокировки. В стране работа ограничена для более 5000 сайтов, страниц и соцсетей. Только за последние три недели жители Российской Федерации загрузили приложения и лазеек на 12 миллионов раз. Пользователи интернета хотят знать, чем живет реальный мир, от которого их оградили власти. За последнее время буквально все узнали, что такое VPN. Не запрещен, но при этом очень вреден. Смена IP-адреса с российского на зарубежный вовсе не безопасна. Так в России отваживают пользователи интернета от скачивания сервисов, позволяющих обойти блокировку сайтов и соцсетей. VPN открывает окно в реальный мир, который до 24 февраля был в свободном доступе, а это невыгодно для властей Российской Федерации. Представьте, что вы сидите в телефоне, видите какую-то интимную переписку, какую-то личную, может быть бизнес, еще что-то, а за вами сзади стоит человек, который все это читает. Вот этот человек это и есть VPN. Вредоносными их называют не только в пропагандистских сюжетах, но и в соцсетях, которые пока функционируют в России. Ничего не работает. Другие приложения виснут, батарея разряжается как бешеная. Интернет-трафик увеличился в разы. Если вам предлагают сервис бесплатный и он работает хорошо, значит 100% они монетизируются на чем-то. И это на чем-то, это как раз использование ваших данных для продажи в разной серой базы данных. Но подобные запугивания по телевидению и публикации на сайтах о якобы угрожающем VPN не останавливают жителей России, которые хотят узнать правду о происходящем. В период с марта по июль Российская Федерация заняла второе место в мире по количеству скачиваний VPN-сервисов. Это данные статистики сервиса AppMagic, который анализирует рынок мобильных приложений. Что делает VPN? VPN просто меняет ваш географический IP-адрес. За первые три недели июля VPN в России скачали более 12 миллионов раз. Для сравнения, в январе 2022 года VPN-сервисы в России загрузили 2 миллиона раз. На тот момент Российская Федерация занимала 16-е место в мире по этому показателю. Сейчас она уступает только Индии. У нас есть талантливые люди, которые, возможно, создадут какую-то альтернативу, но есть прекрасный и всемогущий VPN, которым можно воспользоваться. А потом в нашем мире ожидаемо все, что угодно. Помогают россиянам обойти цензуру США. В связи с ростом спроса там пообещали профинансировать три VPN-сервиса. То есть сделать их загрузки бесплатными. Активно пользоваться обходными путями и не жить в информационном вакууме, созданном властями, жителей России еще в апреле призвал премьер Великобритании Борис Джонсон. Просто создайте VPN, виртуально-частотную сеть и получите доступ к независимой информации из любой точки мира. После полномасштабного вторжения в Украину, Роскомнадзор внес в черный список больше пяти тысяч сайтов. Среди заблокированных российские и иностранные СМИ, правозащитные проекты, соцсети Facebook, Instagram и Twitter. Но это было ожидаемо, поэтому я скачал VPN. Ликвидации подвергаются и сами VPN. С начала войны в России заблокировано уже более 20 таких сервисов.